кожи да и у нас получается вот это втяжение поэтому как обычно мы всегда индицируем вот она эта мышца вот мы еще помним о том что у женщин сейчас у всех татуажа поэтому она себе бровки сильно вот она это вот это ее центральная часть это ее голова которая прикрепилась кости как мы ее правильные индицируем вы можете для себя его прорисовать обязательно и всегда мы обязательно доходим до самой головки брони когда-то ранее когда-то учили что мы отступаем один сантиметр за счет диффузии но мы будем немножко переигрывать ситуацию мы зайдем иголочку после то есть вот вот наша голова длина иглы у нас в частности где-то 8 миллиметров 8-12 но берем которая 12 которая подлиннее и отмерили вот наш вот наша бровь вот наша основная голова нашего коррубатора приложили иголочку 12 сантиметров отсюда зашли и глубоко глубоко вот так зашли не вопрос три варианты три варианта ты можешь зайти пожалуйста ты можешь зайти отсюда мне по ходу брови вот так по ходу брови опять а дома подожди в том случае когда мужчина и прямо нависающий паттерн балкон такой знаешь вот такой вот он в этом случае это можно зайти вот так либо стандартно нам расскажу взяли перпендикулярно зашли и вывели препарат но там мы выводим весь а здесь но здесь вам удобно вы зашли вниз оставили примерно одну единичку да на выходе по центру еще одну единичку и на выходе растягивая еще одну единичку и вы на протяжении всей вот этой мышцы не ждем что мы ввели сюда допустим три единицы и диффузия распространилась а вы сами на протяжении всей мышцы выпили препарат не вот вот в этой технике ни одного осложнения еще не было я не знаю в чем кайф и смысл этой техники но ни одного осложнения ни у кого не у меня не у аллы не у наших девчонок студентов ни у кого не было на вот этих техника бывает вот эта мышца должно быть мышление образное как она не учитывают от слова вообще никогда как она идет она вот так лежит или как она лежит если это хоть как она лежит на лежит вот так соответственно в этом основная ошибка на некрасиво получается лук мало того что здесь может быть и равномерный вот так хвостик это будет равномерное утяжение может быть вот этого не быть а быть вот это и на может мужской лук на броню это а может быть почти вот так почему это такой горит но вертикальный а это будет слабый мы это смотрим по заломам всегда где он собирается ты смотришь либо вот это брюшко либо этот хвост сильнее либо этот либо равномерная как бы вектора вектор силы равномерный вот и ты смотришь вот у тебя условно разделим ты понимаешь направление вот такое тебе нужно расслабить какую часть больше вообще принципе где часа массе на брюшко да есть три техники про проекта пока забыли перпендикулярно снизу вот кто тот вектор который ты ты выбираешь он зависит от того какое брюшко сильнее какой сильнее то ты расслабляешься если то есть это горизонтально то это даже не будете вот так вот так ну отсюда вот если это то наоборот не будете сюда я люблю по центру я люблю типа диагонали есть из 3 статистический у по диагонали между этими дворами потому что об этом сразу осложнение рассказываю когда человек приходит у него рога вот тут прям такие рога это значит что расслабили вот это брюшко а это взял на себя его тоже цельная на мышца и вот я новую его функцию это что касаемо как тебя утрожили а здесь осталось немножко дубловатость такая то есть она неравномерно лишь хотят вот так ровно не получает есть у человека надбровный смотрим всегда на на скелет есть надбровные дуги выражены сильно то вектор движения и сила мышц работает по одному если это плоский лоб она по-другому будет работать имеет значение вот это вот это что он не вот так а вот так потому что вы должны идти почему ты так никогда не уколешь красиво либо тебе придется посты докалывать ну помогу я есть полечка кавалинская очень как она вот вот отсюда заходит снизу но внимание стекание препарата все равно есть по этому раневому туннелю соответственно могут быть осложнений вот ее проносила как-то если вы так или вместо красиво может быть ну фиксируем еще можно сразу тоже брою пускаем да значит я захожу только сверху не не нет я вторым я закажу только сверху если у меня какого-то полет я продолжаю видео я вижу как у приложила бы я не знаю приложила вот это хоть вот этот чек лежит я ставлю вот так приложила иголочку понимаю что мне нужно не к началу брови а примерно вот сюда приложила иголочку допустим она у меня вот такая я захожу ты я вот это место я бы припадала вот она свела брови вот так приложила иголку и по диагонали в него так смотрите раз прижали да и пошла вот по диагонали вниз зашли раз отсюда вы вывели одну единичку и потом на выходе растягиваем все оставшиеся очень важный момент есть далеко друг от друга далеко нам не надо сильно расслаблять голову разъедутся брови то тогда так как она говорит выложили одну-две единицы и на выходе прокапали если у меня нормальное расстояние я кладу 323 и на выходе прокапываю одну ну и тут я понимаю если такая ситуация нужно уменьшать дизировку не брать много девочки тут еще есть вопрос момент такой что какая мышца берет на себя большую нагрузку допустим смотрите вот в нашем случае видно или нет я рассказывала мужчины вот вот это то что говорила нависающий балкон а в частности у многих пациентов которые после 40 лет приходит после 45 они идут почему потому что им не нравится все и тут опять тут нагрузку может на себя взять мышца просто процесс потому что они работают вместе эти сводят а это опускают понимаете и они работают комплексно поэтому нам правильно нужно саму скажем так от классифицировать либо корругатор очень активный либо очень активный процесс поэтому когда вы больше уколите корругатор и вот тогда у вас брови могут разъехаться а тут наверно надо колоть только коррогатор и процерус николай почему не колоть процерус а он же висит у него здесь нужно лена посмотри на этот процерус это он же справа мужчине мужчину и вот и это он и это он и это он и это он конечно а здесь мы колем основательно все мы здесь колем корругатор обязательно мы колем корругатор мы колем процерус мы колем депрессор и обязательно поле потому что что депрессор делает он вот это первое чтобы не было вот этих разъехавших бровей он подтягивает бровь еще больше вверх он вытягивает вот это расстояние он делает красивый узкий при таком балконе при таком балконе но это вы будете по пациентам смотреть иногда когда сводят сильно-сильно брови у нас видны здесь под глазками прямо вот как маленькие вот горошинки вот тогда обязательно колоть нужно депрессор какая дозировка депрессор и всегда неважно мужчина это или женщина по единице поверх но снова это поверхностно а мне значит два с половиной по двери подвижки мужчинам можешь колоть по две с половиной женщинам по две единочки ну что вышло там расскажи я супер цели не дали чужим а здесь супер цели обязательно но вот а лысичка среди мне бровки смотри ватуалы и поверни лысичка вот они девочка видите вот точечку точечки поставлен среди хорошо вот он находится дальше у аллы раз и обязательно головка значит да да так три варианта и дальше и дальше мы обязательно не даже если у вас игла коротко все равно хвосты идут дальше просто ставите белую папу вот тут а то если мы взяли хвост хвост закончится допустим день наступаешь полсантиметра например на поставила белую папу вот тут белым белым уже не виллезет до 3 зрачковой линии можно не белую обычную папу вы здесь и обычно по полу здесь у тебя равномерно расставить тебя вот этот раз вот у меня тут прям втяжение а мы потом посадим я прям друг друга вы будете разбирать и будем анализировать пока общее общее хорошо сильно 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 а ты понимаешь что гиперки протяжки если ты колешься рим он приходит в норма кинетический ты разучиваешься мощь это правда среди голове еще раз и наш процесс ну я не знаю как то учит но я лично перестала колоть вот эту хвостовую часть я могу проявления я могу ли тоже лучше я нет я могу никого в этом случае есть такое понятие как знаете как друг брюшный процесс такой вот это да в этом случае тогда я колю а в этом случае не колю почему объясню потому что вы у калории вот 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 наш скажем мы оставили здесь препарат сантиметр раз сантиметр 2 у нас же идет целенаправленная диффузия и она захватывает но это есть и близко брови а если недалеко ты не захватишь ну есть если есть я и отгали но тогда делайте хотя быть популой не колите глубоку а делаем очень важным потому что я наблюдаю что брови разъезжаются именно от этой точки школа и на верхней точке пола процесса я например перестала колоть и получаются шикарные углы смотрите что можно пойти машину вертикально определить что можно определить как иметь какую значит вот эта машина возникает из-за какой какой за корругатора правильно форма это морщина у кого-то вот такая у кого-то как только что показали вообще вот непонятный зигзаг какой-то значит если она вот такая вертикальная значит работает какой больше хвост а если у нас нет вопроса сейчас мы говорим о биомеханики если они работали морщина закладывается если они работают вот так более вертикальные морщины идут вот так просто по морщинам смотрите помощи не можно понять биомеханику самому и когда она свела брови у тебя допустим вот так ты понимаешь я наш грудь здесь или как я люблю подиагонали здесь и хвостик вот этот если у нее какая-то другая морщина ты понимаешь что она не горизонт не вертикальная то ты понимаешь что подключается другой как правило она еще вот такая может быть вот такая чаще всего вот такая тогда подключается супер цели ты можешь колоть можешь не уколоть и тогда ты понимаешь твой вектор движения условно с вот такого сместился на вот такой твоя задача нарисовать условный вектор перпендикуляр к этой линии чтобы лечить ой